Приветствую вас, Карина. Давайте мы для начала с вами сейчас посмотрим на ситуацию так. Итак, вы действительно считаете, что при отсутствии заболеваний у детей, при отсутствии болезни детей, при отсутствии нарушений, значит, физиологии детей, вы действительно считаете, что они могут кричать и плакать без причины? Понимаете, если вы так считаете, если вы считаете, что ваши дети могут кричать без причины, то в таком случае я полагаю, что вы просто-напросто не воспринимаете своих детей всерьез. Потому что иначе, иначе вы очень быстро увидите, что проблема, она не в детях, а скорее в вас. То есть, именно в вас вот эта причина заложена, по которой дети, ну вот, собственно, плачут. И агрессия их, это, в свою очередь, отражение негатива, который имеется, опять же, у них, у детей. А вот откуда он взялся, этот негатив, конечно же, нужно разбираться. И здесь парадоксально то, что вы говорите, что нет причины. Именно поэтому вам нужно самой сперва определиться, вы хотите-то сами чего? Вы хотите, чтобы в вашей семье не было такого вообще? Или вы хотите, например, ну, чтобы на вас не было ответственности? То есть, вы не хотите нести ответственность за то, что дети кричат скандалом там и так далее. Вот, постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Потому что, если вы по-преднему считаете, что ваши дети делают это без причины, то есть, если вы считаете, что они без причины кричат и агрессируют, то, соответственно, им нужно к врачу. Но вот, лично я склонен думать хотя бы как психолог, да, безусловно, я ваших детей не видел и о вашей семье ничего не знаю. Вот. Я склонен думать, что дело здесь всё-таки в вашей атмосфере, в вашем климате в семье. Вот какой он, этот климат, так и ведут себя ваши дети. Таким образом, проблему можно разделить на две составные части. Первая часть, это, значит, медицинское вмещательство и, соответственно, значит, вмещательство врачей. И второе, это психологическое вмещательство. И, соответственно, анализ, анализ того, как вы живёте, анализ того, насколько вы в отношениях своих счастливы, значит, сколько лет детям, учатся ли они, чем они занимаются, вот, что в их жизни происходит, какой образ жизни они ведут, ну, дети я имею в виду, вот. Вот это всё нужно обязательно выявить, если вы хотите, значит, в ситуации разобраться. В свою очередь, это означает, что в начале необходимо вам себя спросить, что делать, вы хотите, что делать, вы спрашиваете, что делать. Что делать, чтобы что? Чтобы что делать? То есть, если вы хотите просто, чтобы дети не кричали, например, если вы хотите просто, чтобы дети перестали плакать, например, чтобы перестали у них проявляться вспышки агрессии, например, это одно. Если вы хотите, чтобы дети были счастливы и вас волнует будущее ваших детей, то это, соответственно, другое. в начале нужно определиться именно с направлением движения вашего. Предположим, в начале нужно медицинское обследование, а потом, соответственно, психологическое обследование. Причём не детей, а вас сначала. Понимаете? Потому-то, как правило, как правило, да, в семьях, где всё хорошо, где хороший климат, отношения между родителями и так далее, где всё замечательно, ну, дети, дети так себя не ведут. Вот. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам обязательно определить с целью, то есть, что делать, как быть, что делать, чтобы что. Это вот для вас сейчас самое главное. Определитесь с этим и будете у меня, соответственно, двигаться исходя из этих целей. Если для этих целей понадобится психолог, выбирайте хотя бы на нашем ресурсе и начинайте работать над проблемой. Я ещё раз повторю, ещё раз повторю, что над проблемой работать нужно вам, вам и отцу детей или другим родственникам, не самим детям, в первую очередь. Потому что, что бы ни делал психолог, да, с детьми, дети всё равно пойдут к вам, ну, то есть, домой они вернутся, они будут возвращаться домой, и если дома будете ждать их вы, и там будет всё как всегда, всё будет как обычно, то возникает вопрос, а имеет ли смысл, да, тогда. Имеет ли смысл делать что-то, понимаете, да, надеюсь, о чем идёт речь. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok